Это площадка, где можно провести переговоры с потенциальными инвесторами, которые могли бы прийти в Калининградскую область. Это площадка, где можно провести переговоры с будущими потребителями продукции, производимой на территории Калининградской области. Я сегодня провела переговоры с группой компании Нестле, получив предварительный заказ на ту продукцию, которую бы они хотели видеть с территории Калининградской области. Следующим этапом мы проработаем эту тему сельхозтоваропроизводителями внутри, на территории Калининградской области. Я думаю, что мы придем к определенному соглашению. У нас уже есть понимание, что хотят видеть они. У нас есть понимание нашей сырьевой базы. Наша задача, моя задача – выпускать все-таки с области продукт с добавленной переработкой, с добавленной стоимостью. Я думаю, мы придем к соглашению. Это высокорискованная отрасль бизнеса, которая зависит не только от нормативно-правовой базы, которая, к сожалению или к счастью, меняется достаточно часто, но и зависит иногда и чаще всего и от погодных условий. Калининградская область пережила труднейшие два года, 2016-2017 год, когда у нас была объявлена чрезвычайная ситуация по области. Мы несли большие убытки по зерновым, но АПК Калининградской области никогда, во-первых, не сдается. Во-вторых, это высокотехнологичная, высокопрофессиональная отрасль. Мы производим зерна всегда больше, чем потребляем, и наша задача – не просто остаться на плаву, а стать все-таки, наверное, если не флагманом, то местом, где работают высокие технологии. То есть, если мы не берем валом, то мы берем качеством. И я думаю, что это та перспектива, к которой стремятся все сельхозтоваропроизводители не только Калининградской области, но и России. Потому что качество производимой продукции только позволит нам быть конкурентоспособными и финансово устойчивыми. Мы повысили со 140 тысяч тонн до 175 надои молока. То есть, это плюс 20% за последние пять лет. Для примера, в целом, по Российской Федерации, это 0,8%. Животноводство является тем локомотивом, который дает жизнь всем остальным подотраслям сельского хозяйства. Поэтому очень большое внимание мы удивляем молочному животноводству и мясному скотоводству, которое, собственно, было создано в Калининградской области с нуля. Правительство Калининградской области в лице Минсельхоза Калининградской области ведет программно-целевой метод развития АПК. То есть, те направления, которые мы считаем достаточно перспективными для развития АПК в Калининградской области, получают мощную государственную поддержку. Мы стараемся не давать всем сестрам по серьгам, не закапывать деньги в песок. Если мы выбираем какое-то направление, будь то мясное скотоводство, молочное животноводство, садоводство, мы поддержим достаточно мощно. От 100 до 200 миллионов в год мы закладываем на эти программы. И программа развивается не менее 3-5 лет, что, собственно, и приносит результаты. Предприятие получает достаточно финансовую хорошую устойчивость, становится финансово устойчивым и производит конкурентоспособную продукцию. Наша задача быть всегда немножко впереди и чуть-чуть лучше и выше всех остальных в силу нашего природно-географического положения. Поэтому сельское хозяйство Калининградской области – это перспективное направление, куда я приглашаю присоединиться очень многих. Сегодня мы подписываем два больших соглашения на территории форума. Первое соглашение по строительству нового комплекса группы компаний «Сотружество» по производству высокобелковых кормов. И второе соглашение мы подписываем с холдингом «Залезский фермер» по строительству двух больших молочных комплексов на 3400 голов и на 3600 голов. Кроме этого, с этим холдингом мы подписываем соглашение о строительстве селекционно-генетического центра по молочному скоту узкоспециализированно. Это вообще будет новое слово в генетике, в строительстве селекционно-генетических центров. Наша задача построить не просто комплекс, а большую лабораторию, привезти сюда поголовье улучшателей. Первая очередь – это 48 голов, и мы планируем довезти до 96 голов. Вписываем соглашение. Наши продукты продаются за пределами Калининградской области, в том числе и Московской области. В Московской области мы продаем племенной скот. Мы начали продавать племенной скот молочный. В прошлом году мы продали где-то 1300, и в этом году 450 голов. Это вообще прорыв для нас, это первый вывоз племенного скота за всю постсоветскую историю. Молочный скот, который мы собираемся продавать за пределы Калининградской области, очень высокопродуктивный.